Друзья, всем доброго, временный суд. Хочу просто маленькую историю, путешествие свое рассказать. Вживую родился я город Петушки. Церковь была построена очень далеко и давно, но она очень красивая. Я много раз там был, не опишем красиво, не знал, как выразить свои слова и эмоции. Вот я сейчас хочу выразить. Церковь построена на месте, которое издревле называлось Поповка. Под преданиями здесь стоял древний храм, который сожгли отряды Батыя. Восстановленная церковь была уничтожена уже в смутное время. Место до начала строительства Свято-Успенского храма осенял установленный местный житель, деревянный крест. Каменную церковь на собственное средство начал строить в сентябре 1904 года московский промышленник и предприниматель Иван Павлович Кузнецов, судьба семьи которого была связана с петушками. Уникальная трехчастная церковь в Свято-Успенском храме построена в Руке. Первым настоятельным Свято-Успенского храма стал Петр Григорьевич Покровский. Он оставался настоятельным за своей смерть в 1954 году. В советское время храм не закрывался. В начале 30-х годов с колокольня Свято-Успенского храма были сброшены большие и малые колокола. Многие из них раскололись. Во второй половине XX века удалось вернуть в храм несколько малых колоколов. А языки большинство хранятся на колокольной церкви. В 1919-е годы благодарительными были пожертвованы новые колокола и финансовые средства для заволчения куполов храма. 30-31 июля 2010 года Свято-Успенского храма было отпразднено столетие со дня священия 30 июля 2010 года. В ограде Успенского храма была совершена заупокоенная молитва о строительстве Ивана Павловича Кузнецова. А первым настоятельным храмом Митрофаном Протеерея Петре Покровского и обо всех, кто был связан с историей жизни церкви, в память строительства, при храме была открыта памятная мемориальная доска, которую осветили настоятель храма Протеерея Сергея Березки. В этот же день в районном доме культуры, в котором мы положили музей Петуха, была открыта выставка, посвящена столетию храма. На выставке были предоставлены старинные предметы, принадлежавшие семье строителей храма церковного рода. Врачный обыск и фотография, связанная с историей храма, тоже состоялась в торжественном вечере. В торжественном богослужении присутствовали архиептисты и в логии Смирнов на месте Богородицко-Рождественского и Пархального мужского монастыря, Священно-Архимандрит Нил, Сычок Благочинный Протеерей Сергея Березкина и Нагумен Олегуара Галкин и много других. Спасибо за внимание, не забываем подписаться, ставить лайки. Я буду продолжать и стараться делать все лучше. Спасибо за внимание. Друзья, хочу еще добавить, кое-что сказано мною, прочисленное из википедии. Хочу добавить, я примерно в 1994-1995 годах учился в изостуде. Мы хотели писать эту церковь на берегу река Березки. Там не было парковки, детской площадки, в которой сейчас вы можете приехать с детьми, смело отдохнуть и подождать время провести. Там у нас были купола, то есть Пархюшинская церковь, были зеленого цвета. Я это запомнил, потому что мы все писали храм, а девочка одна, она, наверное, по привычке уже нарисовала золотые купола, хотя были зеленые. Я это запомнил. Просто хочу сказать, что там они были зеленые, сейчас они золотого цвета. Спасибо за внимание, забываем подписаться, ставить лайки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok